В этом эфире мы пытаемся понять, почему сегодня, чтобы стать известным и популярным, совсем не обязательно быть героем, артистом, обладать какими-то уникальными талантами или быть хотя бы просто умным и ярким, а достаточно всего лишь навсего быть прикольным. Света Яковлева, Александр Фоломкин, Владимир Горохов, Валентин Стрыкало, все они стали супер популярными благодаря интернету. Но никто из них не смог добиться такой известности, как «Парни из Баку». После того, как рэпер Тимати выложил в интернет клип на песню «Ты кто такой? Давай, до свидания!» не прошло и нескольких часов, как эту фразу стали повторять не только в Азербайджане, но и по всей России. Интигам и Эхтерам Рустамовы – знаменитые механисты из Баку. «А ты кто такой? Давай, до свидания!» «Эльван, как вам творчество?» «Я на самом деле восхищен, потому что я для себя, Миха, открыл его только благодаря этим мужчинам и этим артистам, я даже, наверное, так вам могу сказать. «Я могу сказать, героям». «Я объясню, просто Эльвану надо уйти, я поэтому с него начал. Спасибо большое!» «Спасибо вам большое!» «Спасибо!» «Я просто хотел сказать на ординате, я боюсь, что просто наши гости из Азербайджана постесняются и поскромничают. Дело в том, что это жанр бейхана в Азербайджане, носит характер, уходит в столетие. То есть это жанр, там есть акины, которые поют лирические стихи, а есть вот бейхана, когда эти вот куплеты сочиняются и придутся на ходу. Это в этом-то весь смысл, что это всегда импровизация, что это не было написано, не было отрепутировано. Кто-то вбрасывает мысль, предположим, фразу «Эй, ты кто такой? Давай до свидания!» И они на эту тему импровизируют. Могли сказать что-то другое. Кто готов подкинуть какую-то фразу? «Смотрите канал «Россия» и будьте в тренде». «Смотрите канал «Россия» и будьте в тренде». И здесь вот, все, дальше уже не надо объяснять ничего. Свет, спасибо. То есть и вы можете тут же подхватить, да, смотрите канал «Россия» и будьте в тренде. В азербайджанском языке мы можем сутками сочинять, а в русском языке очень не так вот. Это сложнее? Сложнее, конечно, сложнее. Я просто скажу, пока они будут думать. Вообще, насколько это уходит корня вертвир. А это состязание, Юрий Соломонович? Это состязание. Люди между собой. Ну, конечно, дело в том, что там нет очков, как там в КВН или в футболе, и там нету премий. Но, конечно, все они соревнуются, кто остроумней и кто ярче. Это пара конкурс капитана. Да, например, я скажу, самое смешное, что бакийская команда КВН в 1900, извините, в 68-м году. Не извините. Да, потому что это, извините. У нас были куплеты, которые мы писали на русском и азербайджанском языке. Ну, например, «Гоншумус гёй сатыр ездит в Волгода», сейчас перейду. «Гоншумус гёй сатыр ездит в Волгода», а скромный инженер портфель Алида ходит пьеда. Знаете, привод такой, что сосед продал цветы, ездит на Волге, а скромный инженер ходит с портфелем в руках пешком. На злобу дня. На злобу дня. Мейхана на злобу дня. И когда ты понимаешь два языка, как в Баку все понимали, это был взрыв радости, восторга, юмора. Вот они тоже, когда они встречают, они же свои стихи поют по-зербайджански, и только одну строчку. Ты кто такой? Давай, до свидания по-русски. Вы это почувствовали, что после этого клипа на вас вот эта популярность обрушилась уже, наверное, всемирная? Ну, если говорить о всемирной сети. Ну, до этого в Азербайджане мы были популярны, нас вот узнали. Я уже 25 лет Мейхану сочиняю. Просто я у нас в Азербайджане только я в русском языке иногда сочинял, потому что я уважаю русский народ, Россию уважаю. И немножко знаю русский язык. Я всегда говорил, ребята, которые с нами в свадьбах бывают, в концертах бывают, я говорю, что в русском языке много надо сочинать, потому что пусть в России тоже знают, что такое Мейхана. Раньше вот нас останавливали, ваш документ. А сейчас вас остановили и попросили автограф. Да и цветы там. И вручили цветы. Мне просто спрашивали. А сейчас у нас просто пароль. Вот вы идете, не дай бог, кто-то, надо сказать, что вы кто, документы. А ты кто? Давай, давай, до свидания. И все. Да, Марк. Я хотел добавить, что Мейхана, давай, до свидания, попала в международный список интернет-феноменов. Причем очень короткий список, он довольно короткий, поэтому... Ну, довольно короткий это какой? Сколько там? Ну, меньше ста. Меньше ста? На самом деле, хотелось бы заметить, что в Ютьюбе популярные каналы получают деньги. Это важный фактор. То есть вот ребята на этом диване зарабатывают деньги. Причем делают это талантливо. Ребята, которые на этом диване, зарабатывают деньги за счет того, что над ними смеются и накручивают количество... Подожди, Свет. И накручивают количество просмотров. И, соответственно, если у них будет выкладывать свои фриковые видео еще, то на них будет смотреть, смеяться, и за это они могут получать деньги. Все очень просто. Хочу подчеркнуть, что ребята на этом диване потерят бесплатно. Да, Владимир Владимирович. Мне кажется, что сегодня мы увидели совершенно явное стремление к творческому самовыражению. Безусловно, вот это стремление к самовыражению, оно выносит и какие-то клинические случаи на поверхность. Но то, что мы ищем таланты, и это получается, алло, мы ищем таланты. И в самом деле эти таланты находятся... Вот, пожалуйста, мы с одной особенностью, мы ищем таланты без всяких комиссий, без всяких критиков, которые высокомерно рассуждают. Это напрямую. Народу нравится, идите все к черту. Идите в ваши институты, ваши жюри, ваши комиссии, идите к черту все. Вы считаете, что каждый талантливый человек может выложить, в том числе и не очень талантливый. Стать знаменитым. Вот сидит гениальный человек, написал потрясающую песню. Его никто не ротировал на телевидении, он стал звездой. Я меньше всего считал бы правильным, чтобы противопоставить старания этой бедной девочке умению этого здорового мальчика. Дело в том, что это вообще правильно сказал Алексей, к которому я полностью согласен. Впервые, впервые можно, впервые можно решать не с помощью профсоюза, спорткомитета, Жека, райкома, худсовета. Не нравится? Давай до свидания. Нравится-то, девочка? Пусть, пусть люди ее смотрят. Хуже всего будет, если мы, собравшись, кто-то мы или они, скажут, вам, Зеленая улица, садитесь пять, а вас мы запрещаем. К этому нужно прийти своей головой. Вот ее мама уже постепенно приходит. Она вменяемая. И мама дома плачет. И мама дома плачет по этому поводу. К сожалению. Потому что называется это, это называется легорея. Болезненная болтовня называется легорея. И это все лечится. Правда, это уже оперативно. А я сейчас понял, ребят, в конце программы, чем на самом деле Свете надо заниматься. Свет, вам надо озвучивать мультфильм. Да, точно. Супер. Да, Марк. Или второй вариант, комментировать футбол. Комментировать футбол. Вы быстро, за один комментарий. Она может одновременно озвучивать мультфильм. Вот именно, ничего не мешает. И комментировать футбол за микрофона. А если еще узнать, что такое мейкана, и научиться говорить на азербайджанском. Вообще замечательно будет. Все непонятно по-русски, по-азербайджанскому. Вот именно. Поэтому давай, до свидания, не важно. Вот далеко не всегда. Песня в исполнении замечательных гостей из Баку. Ай, ты кто такой, давай, до свидания. Ты кто такой, давай, до свидания. Давай, иди, гуляй, до свидания. Давай, иди, гуляй, до свидания. И кто такой, давай, до свидания. Давай, иди, гуляй, до свидания. И, гуляй, до свидания. Бампир, иди, 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 гуляй, до свидания. Давайте не забывать, что интернет – это лишь средство передачи информации. Главное что? Главное, чтобы было о чем сказать. И мы не говорим вам фразу «давай, до свидания». Мы говорим «до встречи» в прямом эфире. Давай, до свидания. Дай, до свидания. Дай, до свидания. Дай, до свидания. Дай, до свидания.